Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в третий выпуск второго сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В прошлом выпуске мне не удалось выполнить квест от прапора «Поисковая миссия». Сегодня я планирую заняться в первую очередь этим заданием, тем более, что это лес, а лес кормит. Нужно кучу предметов для квестов от других торговцев, и эти предметы можно попробовать поискать в лесу. Калин, Кейди Вэмэн, Грандиас, АК, Шортер, Кларк, Иван, Легион, Суфелё, тот самый организатор прошлого конкурса, Мистер Эйч. Огромное спасибо за финансовую поддержку. Для меня во всех играх, пожалуй, любимое оружие – это АК-74. Отдельное уважение и благодарность АК за предоставленных два ключа с доступом в игру. Разыгрываем по комментам. Для принятия участия в розыгрыше в комментарии оставьте свой ID на ВК или ссылку на страницу ВКонтакте. Обязательно оставьте профиль открытым, чтобы можно было связаться. Результаты сообщу в следующем выпуске. Всем участникам удачи и всем смотрящим приятного просмотра. Со страховкой прапор подогнал... Ой, хорош бронеразгруз мне как раз в цвет сейчас, а то одевать нечего. В первую очередь сегодня пойду поисковую миссию выполнять. Нужно найти пропавшую автоколонну прапора и временный лагерь юсеков. Также в лесу у меня есть квест пикник со стрельбой. Если кого-то по пути будем встречать из диких, то мимо проходить не будем. Но охотиться отдельно тоже не буду. Сразу переоденусь в бронеразгруз. Тут хоть класс повыше будет. Да, место может и поменьше, чуть ограничен буду. Но зато буду спокойнее себя чувствовать. Потому что в прошлый раз столкнулся. И не исключено, что и в этот раз тоже без приключений не обойдется. Поехали лес с утра пораньше. 6.30, может быть кстати и не так лютно будет. Может быть 18. Все пошли такие, а один такой пошел все с утра. Где бы ни был у меня спаун, я сначала пойду в колонну и лагерь юсеков найду по квесту от прапора. А потом уже будем ориентироваться где куда. Может быть сходим в коттеджи. Посмотрим что там по провизии. Для егеря может быть можно будет найти. И попробуем выйти на мосту. Я с собой деньги взял. Блин, Тарков меня. Опять в противоположной стороне меня заспаунил. Ну. Планов менять не буду. Я тогда сразу пойду. Тайничок конечно можно было бы поглядеть. Ну ладно. Мы его смотреть не будем. Я тогда за Б. Мимо за Б не пройду. Посмотрю может быть там что-то будет по электродвигателям или другому хламу. У меня для убежища там куча всякого надо. Скромный рюкзачок у меня есть. Плюс там оружейных 4 целых ящика. Сейчас с оружием не так просто это все дело. Здоровье улучшен до второго уровня. Лезь сюда. Не густо кого? Лампа накаливания. Вот. Вот. Вот это интересно уже. Ну что. Придется мне сейчас сделать огромнейший просто марш-бросок опять. Также в обход снайперской скалы. Туда вниз к прудам пойду. А вот она. Это пасека. Думал заблудился. Нет. Правильно шел. Шланг это хорошо. Так. Колонна прапора. И лагерь юсеков. Было бы конечно правильно может быть. Посмотреть колонну потом базу юсеков и потом на забыть 14 выйти. Но я хочу выйти на платном выходе, поэтому я в первую очередь пойду на базу юсеков, на гору залезу. А оттуда спущусь. А оттуда спущусь. Колонну посмотрю. А оттуда уже сразу к коттеджам в длину. Где-то здесь же, да, по-моему. А нет, спящего нет, это не тот пруд. Чуть дальше. Чуть дальше. Все, сразу на базу юсеков. Живое такое место, живое, мать твою. Сразу же обмажусь вазелином. Аэродинамика. Много чего, какого мне хлама нужно. Ну как хлама? Мне провизия нужна. Что-то я не туда подошел. Мне нужна провизия, мне нужна пачка сухарей. Две банки тушенки, салива, аптечки, белый бронежилет. И все это тормозит процесс, прогресс. Пока те квесты не выполнишь, новые выдавать не будут. Марьенам ни к чему, а вот золотую цепь мы... Как тебе, вот так вот, золотую цепь заберем. Железяки эти, побрякушки, пока возьму, пока место есть. Но выкинуть всегда сможем. О, лактак, по-моему, мне по этому нужен будет. По оружейнику. Про фаэф нет для меня. Тех снабжение, если не ошибаюсь. Да, тех. Ну, что-то не густо. Зато фаер-клин, редкая штука. Заберем. БТ. Вот БТ надо. Зацепить. А то на ПС-ках бегаю. О, хороший пистолет. 5-7. 5-7. Пятого ящика медобеспечения. О, зубная паста, товарищи. Мы хотим забрать. Из соду можно бы. Ё-моё, глаза разбегаются. Зубную пасту надо забрать. Я же смогу тогда себе санузел поставить. У меня... Туалетная бумажка. Есть. Мыло есть. Только паста нужна была. Так, на второй лагерь я не пойду. Дабы не искать приключений себе. А, вон уже бежит товарищ. Видел, да? Вон там. Как-то его надо к земле туда. Там у меня граната есть. Во. И домой. Ну как домой? По своим делам. Главное, что он шутц поймал там и... Блин, а назад он не побежит. Что-то я не подумал об этом. Сейчас скажет. Ну и он нафиг развернется и... Мне наперерез. Нет, не вижу. Не видать. В обход немножко, если он будет вниз просматривать. Надо незамеченным подскочить. Вот он, пьет со спящим. Примерно... Примерно тут колонны. А, уже лутано. Ящик открыт, так что... Ну, неудивительно. Сто процентов он и бункер диких, и пункт питания осмотрел. Вот так. Или я чего-то не знаю. Ну, естественно. Все настишь. Опа. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Лещик пропустил. Он там меня, походу, ищет и... Решил обойти. Вот там минное поле. Сюрприз, мадапака. Пошли, чё тут терять нечего. Тогда старую полутаем чуть-чуть. Если там не лутано. Старый хутор, точнее. И пойдем на коттеджи заглянем. Опа. Есть. Ну, вот тебя я не ожидал тут встретить. Чуть ле лбами, блин, не столкнулись. Коттеджи лутаные. Я думаю, что это гарантированно. О, наушники. Можно забираться. О, поприятнее хотя бы звук, да? ГСШ как по мозгам стучит. Не надо. Покажешь, чё там у тебя. АКМС? Ну, по-моему, можно его продать. Чё-то там по состоянию вроде. Ох, бронеразгрузочка, как у меня. Потому он и не отъехал сразу, да? Ты да нафиг эти патроны сейчас маслать. Чуть-чуть отсыпем себе на дорожку. Что-то вдруг любопытные вороны сейчас налетят. Что тут, мол, за стрельба? Непорядок. Всё, уже перегруз. Сейчас его сделали от 30 килограмм. Поэтому... Блин, никуда ничего не расфасовать, не растатывать, не растолкать. Сейчас персонаж быстро начинает уставать. Электродрели, болты я бы забрал. И кусаки бы забрал. И гайки бы забрал. Вот это золотой ящик с инструментами. Что нам не нужно? Ни по квестам, ни для убежища. Так примерно. Сюда. БТ-хи придётся выкинуть. Блески. Нормально. И сюда не прицепить. Как же и так пресс. Кто-то там на минах до сих пор. Бам. Боль кому-то там. А эти, если вы, ну... А, ну всё, я понял. Я их потерял, да? Ну спасибо, Тарков. Это так по-хардкорному. Вскрыл пачку, места нет. Патроны, видите, исчезли. Ну всё. А, нет, не всё. Вот ещё справа есть хотёнка. Другая. Можно было бы и церквушку посмотреть. И там тайник ещё есть. Даже два тайника возле палатки. Но... Не будем с этим делом затягивать. Здесь поглядим. Мы пойдём на коттеджи. Доляры. 87. Маловато. Конечно, хочется всё посмотреть, всё оплатать. Всю локацию вверх дном перевернуть. Но, учитывая, что у меня уже мешок битком набит. Довольно скромных таких объёмов. Сейчас бы планшет. Ладно, двинули на коттеджи. В сторону дома. Готово. Продолжение следует... Дверь открыта, и тут открыто всё лутано. Я, конечно, не удивлён, но я готов поспорить, что здесь ребятки пропустили кое-чего. Вот, пожалуйста, вот это нам надо. Это что такое, пепельницу? Тех, сгуха. Давай. Давай, давай. Сушняк. Гаечный ключ мне нужен, не нужен? По-моему, нужен. По сгущёнку вместо сайры. Так. Пусто. А вот и местные, да? Не убил. Исквозия, бро. Не хотел я тут шуметь, честно говоря. Там ящик вскрыт тоже. ТОС-106. А я уже сдал ТОС. Мне уже не нужен ТОС. Так. Я не пройду. И тут... Ну, пошли тогда в соседний дом. А, вон тело лежит тоже. Понятно, понятно. Все открыто. Калитка не закрывается. Остатки сладкие сейчас добивать будем. Тряпки. Еще ключ гаечный. Так, тут в бане. Да, баню не лутали. А в бане есть ящик с инструментами. А в ящике с инструментами шиш. Под койкой, смотри. Оказывается, спаун там хороший. Конь спавнанулся. Опачки. А вот это мне 100% надо вытащить. Бронеразгруз жалко выкидывать. Белый броник я если сейчас вынесу, я же целый квест закрою. Вот это вот, вот так вот. Пойдет? Надеюсь, никто не уехал сейчас на тачке. Нет, никто не уехал. А тачка сама есть, что-то я не вижу. Тачка есть. Сейчас отдышемся. Вот, все не зря это возня. Все не зря. Ждем минутку здесь. Все не зря. Сейчас если белый броник вынесем. Скорее всего мы его вынесем. То закроем и прапору квест. Лыжнику квест закроем. И он мне еще даст, скорее всего, квесты. А, он как раз мне должен квест ждать на папку с N-ключом. Да, не зря я все-таки пошел сюда, в коттеджи. Не зря, не зря. Так бы в ЗАБ-14, ой, в этом, в окраину сейчас пошел бы в ту сторону. И не нашел бы броник. Может быть, рейта быстрее получился бы. Но менее продуктивным. Черт его знает, сколько бы я еще этот броник искал. 2 600 опыта за 26 минут. Пару диких еще в квест пикник со стрельбой. Сразу же поставлю санузел. Я нашел все, что мне необходимо. И пару тысяч рублей у меня тоже есть. Ба-бам. О, теперь я смогу варить тряпки, шмаряпки. Открутим. Пока место. Фильтр с противогаза. Ну вот, интересности. Так, для второго уровня мне нужен будет водосборник. Одна лента кек. Три шланга. Пять саморезов. И одна электродрейль. Сейчас запишем все это дело. Закрываю квест поисковая эмиссия. Теперь мне выдает прапор компас. И план заповедной зоны. План леса. Лыжнику отдаем тоже белый бронежилет. И закрываем квест снабженец. Тоз мы передали в прошлом выпуске. Лыжник говорит, вымогатель тебе квест. Но эти спрятаны цены на груз. Это как раз квест с Н-ключом. Н-ключ я вынес за дикого в прошлом выпуске. Так что, где бы не заспавнился, можно будет прямиком двинуть сразу во времянку эту. За папкой. Бартер, ну, элит пассатижи. Пока есть возможность, будем пытаться сделать. Мне нужно будет выменять потом на АМР-133 тактически. Надо будет двое пассатижей элит. И одна красная отвертка. Ничего не попадается под руку. Будем, значит, выменивать. А, еще папку с таможня будем забирать. Посылка из прошлого. Беру с собой кучу медицины. Беру ключи от таможни, от завода и Н-ключ. Плюс деньжат прихвачу. Вдруг, если понадобится, уехать на машине. Погнали на таможню. Будем пробовать вытаскивать две папки. Блин, не люблю я, конечно, рассеиваться так, когда надо два квеста с выносом каких-то папок. Ну, попробовать стоит. Неудобно расположение этих двух квестовых папок. Одна в одном конце в офисе таможни. Другая вообще на заводской территории, за каналом в другой степи. Так что придется мне 100% через всю карту пройти. Огонь, воду и медные трубы. О, фиг. Здрасте, Настя. Что такое старковое? Куда ты меня спавнишь? Зачем ты меня здесь спавнишь? Не туда и не сюда. Я еще такое подумал. Думаю, а как мне хорошо-то? Какой любой спавн мне сейчас удобен будет? Н-ключ трогать не буду. Вдруг кто из парней будет искать его? У меня-то есть свой. Идеальный, конечно, спавн, если ты идешь делать этот квест с Н-ключом. Ты прям под носом. Ключ у тебя здесь. И все такое. А так мне придется сначала в одну сторону, потом возвращаться. Доможка поближе. Потому сюда в первую очередь. Я кого-то слышу. Ну, это и здорово, раз вы на эту сторону пошли. Я, значит, по своим делам сюда пойду. А вы туда. Так, как бы мне сделать аккуратненько. Сейчас мы чуть-чуть со стороны попялимся это дело. О! Ожила локация, ожила. Началась возня. Опа, а это кто зашел? По-моему, Дикий зашел. Если это Дикий, то очень хорошо. Да, это Дикий. Зашибись. Можно внедряться, я думаю. Ой, простите. Клавой по мышке жахнул. Вот, без рук могешь открывать? Это такой навык специальный. С мое в Таркове полазит. Не только без рук будешь дверь открывать. Кулеры прям... О, разведка. Хорош. Да разве данные надыбал. Нормально, пацаны. А вообще, я здесь за папочкой. ТБшечка. Вот за этой. Вот, посылка из прошлого. Теперь... Эту папку мне нужно отнести на завод, но у меня есть одна теория. Короче говоря. Позже расскажу. Что там за прикол такой? Ну вот и все. Я битком набился. В одну сторону только сходил. Ё-моё, кулер забрать бы. О, есть место. Тут осмотрим. По-моему, это дикий. Или нет? По-моему, он дикий. Опа. А вот этот прыжок точно не дикого был. Возможно, это не дикий, да? А, нет, это дикий. Это дикий, а там кто-то перепрыгнул. Все тогда, ребятки. Я вам не мешаю. Занимайтесь, развлекайтесь. Вроде что-то есть. А ничего и не надо. Опачки. 203. 203 это квестовый. Я б забрал. Еще ключ. О, малор. 218-й. Ни о чем ключ. По-моему. О. Ого. А давайте мы как-нибудь сами тут. Да я все, пошел я, давай. И, покажи. Музыка. еще ключ 306 нет не нужен такой ключ ну чё пол дела сделали одна папка у меня уже есть надо вторую как-то забрать вроде тут никто не стрелял можно пройти не тихо с виду блин стреляют по моему как раз там где мне не надо чтоб стреляли они стреляют здрасте на заводской территории еще кто-то по-моему но нам все равно бы уходить здесь я смогу проскочить даже не заходя на 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 куда на старую заправу раз отдышусь блин как раз там стрельба где не надо в общем здесь попробую сейчас проскочить под вдоль стены главное чтоб с базы решала меня никто не подчекрыжил цеху наверху нет не вижу никого и отлично с магию акробатики покажу получилось за салевой заглянем подвальчик раз уж здесь смотри не лутан ну хотя бы медхлам дай что спасибо спасибо вот это щедрость сразу два тебе и все деньги можно не знаю нужен мне будет медхлам вторую или нет но и факт и факт мы хотим забрать вот так вроде стрельба передвинулась уже сторону выхода бункером дальше скорее всего здесь уже безопасно да 13 можно было бы включить но я там не проходил я если туда вернулся не исключено что это мочевыка могут быть да уже и челоботы возможно подъедут молодечики молодечики снимайтесь отвлекайте на себя народ вот она моя временка н ключом открываем папку забираем под тряпкой дверь закрывать не буду если вдруг то без ключа но квест есть добро пожаловать хотя обычно я закрываю за собой везде двери чтобы не наследить мое цевьё мое цевьё мое цевьё мое цевьё я бы забрал если честно так это выкинем не скоро конечно вот я наверное зря это все собираю сейчас вот мне там по квесту там то там то я не известно когда буду делать эти квесты оружейник а шмотки уже собираю на них тут все на распашку надо посмотреть работает ли 12 бункер если работает то здесь же и выйдем на цех с газелью я хочу глянуть там вкусности могут быть плюс я аккумулятор там пропустил и теперь на всю жизнь запомнил что там спавнится аккумулятор на полке это кажется не работает не горит прожектор значит выход не рабочий но там есть спящий что скажу браток понятно ох 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 девяточки для себя заберем придется тогда как бы мне не хотелось мне придется идти на 11 бункер он то работает сто процентов вот лазить там желание не особо имею что тут у нас есть все утонули а нет лампочка есть смотри ну вот что теперь мне вот так вот она потихоньку одну лампочку две лампочки вынес в итоге глядишь уже 14 штук накопилось уже и свет можно будет ставить а стульчика хавчик тут спавнится иногда сегодня ничего у нас нет тут чисто ган шаром покати опа старая заправка примерно за нами выехали что ли ну не за нами конкретно а вообще в общем шевелись диза говорит тарков шевелись газель глянем во двери закрыты в газели никто не смотрел компьютера богата ли вы на флешке нет о дивиди дивиди нам интересно по моему не помню для чего но для чего то он там нужен дивиди в убежище не то нажал и проводочки забираться н-ключ уже вряд ли понадобится мне надеюсь надеюсь что выйду я обязан просто выйти в седьмом цехе кто-то уже лазил но тут ящик с инструментами может открыт тоже забрать бы со всех сторон уже стреляют оттуда отсюда да и тут ящик уже открыт нет пойду-ка я лучше домой у меня тут две целые папки по квестам я думаю у меня круто повезло что я прошел всю локацию вынесу две папки все точно будет отлично так что рисковать лишний раз не охота вообще теперь эту папку надо на заводе заложить 17 минут на все про все понадобилось почти три тысячи есть опыта плюс пара тройка у дик на дикие пока мне не нужны здесь на таможне потому не усердствовал что-то туалетную бумагу зря я из-за него вцепился надо было выкинуть я же уже поставил себе санузел то голова два уха а там будем потихоньку на завод собираться сейчас тогда квеста все сдам сдаем вымогатель ценный груз ко-ко-ко папку передали все закрываем дает он теперь что на флешки вот я почему искал флешки две флешки нужно с информацией у меня их нет ни одной пока не встречалась по крайней мере ну я не искал то особо движуха квест уничтожит трех операторов чвк с помощью пистолетов во я на завод как раз пойду тогда и с пистолетом тогда на завод налегке идем а налегке на завод я пойду потому что казалось бы да ты же папка рискуешь а оказывается можно попробовать эту папку заложить не вынося ее с собой в рейд мне в комментариях написали что можно оставить папку в схроне и папка закладывается без проблем то есть ты без рисков выходишь даже если помер не надо идти на таможню из основа ее выносить оттуда с старкона давай попробуем проверим отправляемся на завод время дневное с пистолетом и скромным бронежилетом боец такой себе но мы тут не воевать собрались вы сам по себе несложные особенно если учитывать что не рискуешь папкой но тут очень сильно проляет место где-то появишься на карте бывает что ты появишься прям возле этой времянки и забежал заложил и все не проблема а бывает что приходится через всю карту до педали тем более завод щас децил расширили так что чуток посложнее куда я меня понятно не надо не надо так пугать меня справа кто-то там пистолетчики и тут пистолетчики и я пистолетчики все кругом мы пистолетчики пупочки фильтр хорош блин надо было все таки мне бежать наверное вот этот подвале ауч ой-ой-ой-ой какой жесткий так я бы сразу тогда смазался вазелином и да ты чё куда меня опять заспаунило то ну давай сразу тогда двинем хотя там уже кто-то стреляет а тут кто-то есть кажется ну да понятно понятно ворот компот отвали от меня во пристал как банный лист а бежит за мной твою мать еще и забрал ооо блин вообще жопа чё это куда это ты меня тарков за что брат тупо сломя голову туда в ту степь ага двое там ву я даже выносливее стал до третьего уровня а где-то еще один а вижу все нормально нормально я добежал до времянки ну есть еще кто-то на лестнице закладывается пацаны прикинь закладывается папка у меня ее нет а она закладывается вот это чудеса здрасте любопытное варваре на базаре нос оторвали слышал такое мне выход выживания с локации нужно я пошел я еще и одного подстрелил да еще и в череп да еще и следование локации пробежки не будет хотя пробежка сейчас тоже засчитывается как выход с локации на таможне ой на заводе ух заложил все таки с третьего раза но заложил во полторашка целые опыта за полторы минуты одного усека надо было мне жетончик с него снять он же мне понадобится потом что-то я не подумал поскакал на радостях на выход завершили мы посылку из прошлого квест короче господа и дамы я не знаю бан будет мне или нет за это дело может конечно пролететь но скажем так это был эксперимент не багаюса эксперимент пользуйтесь работает сдаем квест прапор говорит нефтянка надо квест выполнить надо засветить маяком наливники 4 штуки на таможне этот квест я люблю этот квест мы пожалуй попробуем совместить с каким-нибудь типа с убийством диких или что-то в этом духе надо солевы найти надо где-то родить солевы а я забыл я же хлам-то притащил у меня же медблок теперь у меня шприц был я готов медблок построить и солеву варить теперь могу но у меня нет гемостата один штук нужен всего лишь а я его потратил по моему для второго уровня 3 бутылки с из раствором 150 тысяч денег 2 перелива 5 жгутов жгуты продаются не проблема почти все что необходимо для варки солевы можно купить за исключением гемостатика гемостатик можно выменять но мне придется пожертвовать двумя саморезами которые я нашел для другого дела оставлял вот так как здесь и сейчас нужны солевы я пожалуй тогда прикуплю все что мне необходимо включаем генератор запускаем производства 39 минут займет с включенным генератором но так как я заканчиваю на сегодня я генератор выключаю производство займет девять часов нормально пойдет ладно давай еще один рейд говорил сходим за дикого в лес попробуем вынести либо провизию для егеря либо солеву либо два самореза чтобы варка у меня была да и дикий ты смотри у меня не совочка мать его а кмс плюс швейцовье интересное даже если он убитый в хлам цевье я себе домой оставлю 3 класса бронежилет и разгрузка какая здоровая сам бог велел идти за дикого главное вырежить ооо нифига у меня еще и медицина тут куча целая и жгут и бинта и аптечка я фак и цмс очка и хорошо то как о я еще и недалеко от мчс но вообще сказка давай глядеть смотреть сишки валяются нам не нужны такие полчаса у меня есть на все про все неплохо неплохо тут у нас где-то тайничок еще был где-то 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 в кустах где-то был я помню точно а вот вот этот куст кажется и трансформатора так поехали сода мыло шина вообще у меня полный набор для джентльмена и шины и все на свете есть могу убиваться вообще тогда грех на мчс не сходить не так ли еще сумку на останове позырем тонкий что нас ждет зибу так 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 сейчас будем лут собирать блин дай солевую один штук всего нужно одну же пронес 1 варится и всего одну солевку надо чё прикинь как солеву целую найду как ямелю целую найду как две банки тушенки найду как два квеста целых закрою а тут уже кто-то гудел здрасте свои да на рома чувака зарубили начнут она и гемостатика нет да давай глядеть пошарим немного вроде бы не все подчистую выгребли может чего и найдем а тут еще ящик медобеспечения ну давай родимый а тебя кто дикие завалили нет жетона нет и вот чувака раскидал взгуха кабачковая и патроны бета и патроны свои дикие не позволили бы тут лазить каким-нибудь пока все свои лазают здесь сухарики но не те сок о элит да ладно но это хорошо элит пассатижи это нормас нет смотри не все лутано есть большинство конечно все перерыли но некоторые ящики пропускают быстро быстро сейчас все лутаются не без фанатизма чисто по полчаса не ковыряются быстро вжук-вжук-вжук чё успел то и съел несерьезно такой огромный ящик и всего одна шина продовольствие а да тут ящики то походу это усмотрено все вот он емеля разумел кому тут пизды вывели а наверху еще есть же ящик но тоже видимо осмотрено все да все тут вычистили делать тут больше нечего я тогда я тогда пошел дальше по своим делам о морфи тоже нужен будет по квесту все парни бывайте так мне мне нужно вдоль этого берега у меня выходы на озере здесь же так что можно машинку еще внизу посмотреть возле машинки тоже провизия иногда появляется хорошо понял как сделаем давай картотеки посмотрим сторожку еще это вот оно там куртка две куртки сумка картотеки и пойду через палатку здесь вдоль воды там и выйду ну хотя бы емелю вынесу уже хорошо выход даже отсюда видно практически опачки нифига себе это че светлоозерские там на палатке стреляют ни хрена себе новости а как я там пойду тогда блин ну спасибо пожалуйста окей было нам не надо 203 уже дома есть тогда придется мне все это дело сейчас обходить по большому радиусу я думал сейчас проскочу здесь быстренько и все нифига я первый раз вижу чтобы они там на палатке терлись здесь поверху вдоль все лесопилки обходить через лесок 214 ух ты я бы забрал этот ключ это ключ от комнаты с сейфом на таможке ну пошли обходить вон лежит красавец видал уже схлопотал от кого-то видать скорее всего от светлоозерских ох елки-палки с той стороны с той стороны все это движется шевелится а я думал там обойти надо перебегать на ту сторону чтобы здесь не маячить на открытой местности под глазами у них а машина открыта иначе картотеки лутаны соблазн отпал блин вы же братья мои старшие светлоозерские надеюсь вы мне сейчас уши не отстрелить тут я так поинтересоваться без наездов куртку по пяльце и все а тут и нету ничего предлагаю глянуть времянку в леске да и все и домой пойдем покажи вы хотя бы имели вылись если вы не семья милю то только тушенка останется высокая для егеря и откроются уже другие квесты которые можно будет совмещать с другими от прапора например тут тоже в лесу егерь любитель квесты повыдавать вычистили сто процентов а тут хорошо поработали парни нифига не найдешь после вас вот прям тут и выйдем на лодке спящего уже не буду смотреть пусть спит беспокоить не будем вот мне 15 минут и хватило посмотреть тут все что мне надо конечно кучу целого хлама вынес и зато есть кое-чего у меня тут интересного и по квестам в том числе по квесту знакомства мне остается только две банки тушеной говядины передать егерю и все и сможем закрыть этот квест а чуть не забыл я же хотел еще показать план леса вот такая вот штука можно ставить маркеры и выбираешь там метку картотеки типа сохранить чик картотеки ну для опытного игрока конечно это такое себе вот допустим в кустах здесь возле трансформатора был тайничок можно хоп создать маркер написать тайник опачки но ориентироваться на местности можно вот поначалу когда я только начинал играть мне вот такие планы помогали ну ровно до тех пор пока я не нашел в сети карты уже со всеми готовыми метками все на этом буду заканчивать всем спасибо за просмотр надеюсь выпуск вам понравился получился он довольно продуктивный несколько квестов закрыли не все конечно шло как по маслу но не без этого всем отличного настроения приятной игры увидимся услышимся уже в следующем выпуске до свидания